Маршрутный автобус, в салоне которого было 10 пассажиров, загорелся во время поездки по Перми. Как рассказывают очевидцы, незадолго до ЧП появился резкий запах сженой резины, но водитель не обратил на это внимания. Затем задняя часть салона заполнилась дымом, люди начали кричать. Лишь после этого мужчина остановил транспорт и открыл все двери. Пассажиры выскочили на улицу, а шофер, вооружившись небольшим огнетушителем, бросился гасить горящий двигатель. К нему присоединились владельцы проезжавших мимо машин. Спустя несколько минут раздался сильный хлопок, который отбросил водителя автобуса на несколько метров. Мужчина получил легкую контузию. В МЧС сообщают, что причиной происшествия стали неполадки в двигателе. Житель Воронежа во время дорожной ссоры пошел с перцовым баллончиком против ножа. На узкой улице зеркало его автомобиля задело проезжавшее такси. Воспользовавшись остановкой на перекрестке, обиженный водитель подошел к таксисту и, по его словам, увидел в руке того холодное оружие. Немешкая автор ролика брызнул в лицо оппонента струей из газового баллончика и сразу же закрылся в своей машине. Как он утверждает, конфликт завершился вспоротой шиной. Тропой Наполеона. Активисты движения «Убитые дороги» попробовали добраться из Вязьмы в Смоленск по региональной трассе Р-134. В автомобильных атласах она отмечена как дорога с усовершенствованным покрытием. Однако в 15 километрах от Семлева до Дорогобужа трасса больше похожа на лесную тропу. Мы отъехали 38 километров от Вязьмы и дорога закончилась. Дальше, похоже, будет только хуже. Мы проезжаем первую деревню на этой страшной дороге. У нее название «Зарубежье». Здесь на столбе висит номер какой-то московской машины. Видимо, она потеряла его здесь, на этой дороге. Его оставили, чтобы могли найти. Как ни странно, к этой дороге подходят асфальтовые подходы со стороны федеральной трассы М-1. Но куда дальше-то ехать? Здесь дороги просто нет. Ямы, закрытые досками с торчащей арматурой, ливневки с просадкой до 25 сантиметров. Такое состояние дорог в Вязьме Смоленской области не где-то на окраине, а прямо в центре города. Сейчас будем мерить черную дыру. Мы сейчас замерили посадку решетки ливневой коммунитации. Она составила почти 25 сантиметров, вместо максимально допустимых трех. Если наедет машина, может тебе попрыгнуть как днище, так и колеса, и просто будет большое ДТП. Небезопасны в Вязьме и тротуары. Провалы ямы достигают внушительной глубины. Идем, 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 идем. И раз, провалился. Аккуратнее. Не, не, нормально. А и раз, и ушел туда. Понимаешь? Вот как с коляской здесь проехать? Да никак, здесь не проедешь. А этот фрагмент региональной трассы после дождя больше похож на стиральную доску. Гравийный участок протяженностью около 10 километров аварийно опасный. Авторы этого ролика сообщают, на дороге Дорогобуш-Ельня-Рославль нередки ДТП с опрокидыванием. Вот это песочно-глиняное месиво есть региональная трасса Р-137 в Смоленской области, которая ведет из Рославля в Ельню. Народная дорожная инспекция не рекомендует сокращать путь и пользоваться дорогой Дубровка-Рогнедина-Десногорск в объезд города Рославль. Сэкономленные 20 километров едва ли помогут выиграть время. Мы едем по дороге в Брянской области от населенного пункта Дубровка до Десногорска. Все же знают, что Брянская область сильна своими партизанами, была в Великую Отечественную войну. Здесь дорога в таком состоянии, что, наверное, с войны ее здесь не обслуживали. А еще на этой дороге разъехались кольца, и поэтому образовались вот такие большие дырки, в которые может запросто угодить колесо. Здесь не застрянешь, так попадешь в такую западню. А вот автор этого ролика явно знает толк в том, как насмешить интернет-пользователей. В объектив его камеры попала маленькая шлюпка, которая буксирует огромный круизный корабль. Точнее, делает вид, что буксирует. На самом деле, скорее выводит из себя капитана лайнера, путаясь под носом и мешая набирать скорость. Блогеры юмор, конечно же, оценили. И в комментариях выразили надежду на то, что у экипажа большого корабля крепкие нервы и много лишнего времени. Его величество случая иногда обладает весьма странным чувством юмора. Сильный ветер забил гол с середины поля практически без помощи людей во время футбольного матча в Англии. И произошло это во время встречи любительских команд Ромфорд и Таррок. Защитник отбил мяч в сторону противника, однако его подхватило ветром и понесло в противоположную сторону, прямиком к воротам Таррока. Голкипер попытался устранить угрозу, но тщетно. В результате матч завершился в ничью. 1-1.